Туда нельзя, на второй этаж нельзя, туда можно. А второй этаж там чего? А что вам надо, Жанин? В смысле? В смысле, чего там надо? А что вы хотели? Просто пришли в Маградин. Пожалуйста, я говорю, второй этаж пока нельзя. У вас есть все это. Откуда вы знаете? У меня есть дедушка, 95 лет, чтобы у вас не было инстаграм. Сейчас есть это у всех. Если вы уже на камеру ходите, наверное, у вас все это есть. Уберите камеру, пожалуйста, от меня, я вас очень прошу. Давайте вызовем полицию. Зачем я должен полицию вызвать? Это вам хочется, вы сами вызываете. Не будь балаболом, да и полицию. Ты видишь, как меня оскорбляют здесь? Балаболом называют, да. Ты оскорбился? Я это все записывается тоже. Суд там, полиция там. Я не буду полицию вызывать. Значит, не будь балаболом. Это ты сам балабол, понятно? Рот закрой. Рот закрой. Рот закрой. Миша. Что ты мне даешь палочку? Юхай палочку. Какой у меня сходить-то нужно. Примерно ходу. Ну, голову можно сломать спокойно. Хироси 55 тысяч. Туда нельзя, да? Туда нельзя, и на второй этаж нельзя, туда можно. А второй этаж там чего? А что вам надо вообще? В смысле? А? В смысле, чего нам надо? А что вы хотели? Просто пришли в магазин. Пожалуйста. Я говорю, второй этаж пока нельзя. А чего там? Лемон. Ремонт? Нет, не ремонт. Просто не надо. Тот зал можно идти, пожалуйста. Там что-то такое происходит странно. Шабашка. Там женская одежда исключительно. Если мы уже не надо поснимать что-то. Поснимать? Конечно. Ну да. А что вы хотели конкретно? Просто вы если бы вопрос задали, я бы, скорее всего, ответил да. Заснять ассортимент одежды. У нас инстаграм, если что, можете посмотреть. У нас все новые вещи. А у меня интернета нет. Профик пройдет. А скажите, цельник на путь. Эта стоимость 50 тысяч. Не уберем. На чужом карману. На чужом карману. 50, да. Не помню, где. А что, пойдешь на второй тоже? Так тоже снимаешь. Ну я все съел, я попробую. Ну хочешь, я дроссор, я дам. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, мне или не уже. Я вот устал. Вон тут маски еще продаются. Здравствуйте. Типа. Нет, не понятно. Зачем. Вообще, вот вы так снимаете, хоть бы сказали бы нам, что вы снимаете. Для чего-то, что-то скрыто. Поговорили бы с нами. Ну давайте. Мы так с вами разговаривали. Вы же проходит наш дом, где мы работаем модно. Нет, дом ваш неинтересный. Очень неинтересный. Дом не ваш неинтересный. Оставить сюда представление о себе. А то так снимете, закройте дверь и уйдете. Ну, мы с ним дорогие, ты знаешь. Такого подхода мы ничего не встречаем. А как интересно покупатели все поступают? Они заходят. Ну я не знаю. По что мы не привыкли. Покупатель, не покупатель. Они закрывают дверь и все, и уходят. Ну так, при все камеры ходить по магазинам, знаете, так вот. А что там такое? Ну у нас есть инстаграм, где вы можете смотреть, где мы вещи выставляем в очень правильном свете, с обзором и правильными. А давайте с другого входа. Мы снимаем частично и магазин. А если у меня нет интернета, нет инстаграма, что я должен делать? У вас есть все это. Откуда вы знаете? У меня есть дедушка, 95 лет, чтобы у вас не было инстаграм. Сейчас есть это у всех. Если вы уже на камеру ходите, наверное, у вас все это есть. Уберите камеру, пожалуйста, от меня, я вас очень прошу. Хочу. А? Не хочу. Ну не хотите, вы тогда покиньте, пожалуйста, помещение. На каком основании? Потому что вы не имеете права вообще меня снимать. Я вас не снимаю. Начнем с этого. Слушай все. Не слушай, а слушай те. Да, сейчас. Если у тебя есть правила этикета с покупателем. А у тебя этикет, я вижу, с ушей льется. У меня да. Если я сейчас начну к тебе обращаться, на то, у тебя уши завянут. Хамло такое. Это кто вообще? Или это охранник у вас? Кто это? Ждалец. А ты почему он так разговаривает с нами? Кто ему дал такое право? У него в обязанности такое входит разговаривать, так общаться? Я вас попросил не снимать меня. Вам отказалось. Снимаю девочек на трассе. А я фиксирую. Я говорю, фиксируйте. Я не хочу, чтобы вы меня фиксировали хорошо. Но не снимаю. Ты мне не интересен, чтобы тебя снимать. Понятно? Да, тогда не надо держать камеру. Вы это специально делаете, чтобы на нервах. А что мне с ним делать еще, как не держать? Не надо мне снимать. И мои девочек на трассе. А я фиксирую. И фиксирую твое административное правонарушение. В каком смысле этого слова? Прямом. То, что я не разрешаю себя снимать. Дома будешь запрещать. Надо разрешение брать. Дома. Кому надо? Как дом? Но это ваш дом. Это общественное место. Это не общественное место метро. А вы зашли магазин. Моно-бренда. Честно, что ли? Где находятся люди, конечно. Да плевать я хотел на моно-бренда. Что он тут такой? Я не знаю, там крыша какая-то, что ли? Я не знаю, звезда какая-то. Моно-бренда. Чихать я хотел на моно-бренда. Понятно? Я буду снимать ваш... И зачем снимать? Тогда было бы безусловно. Снимаю девочек. Я имею ввиду в камере. Которые стоят на трассе на Московской. Вы мне прекрасно понимаете. Вы мне прекрасно понимаете. Если вы сказали, можно я это сделать для чего-то? Да безможно. Я не обязан тебя спрашивать. Как не обязан спрашивать? Да вот так вот. Ты как вообще общаешься с покупателем? Вообще кто... С потенциальным покупателем? Ты как вообще обращаешься к нему? Нормально обращаюсь. На ты? Потому что вы держите камеру и снимаете меня. На ты обращаешься к потенциальному покупателю? Пожалуйста, не снимать меня. Снимай девочек. Еще раз повторяю. Сколько раз еще раз можно повторить? А что с камерой делают? Фиксируют. Ну хорошо, не фиксируйте меня. Я же вас попросил. Ты попросил? Да. Отказал тебе вежливо. И продолжать... Только законные требования. Это нормально? Нормально. Хорошо. Выключай свои камеры тогда. Тогда, пожалуйста. Мы камеры держим не для того, чтобы делать... Мы исключительно их держим для себя, не для вас. Я тоже для себя. Исключительно, но никак не для тебя. Вы считаете, что вы можете зайти в магазин? Считаю, да. Для решения снимать. Считаю, да. Пусть прекратить комплект. Потому что здесь уже ведь... Думайте, что... Хорошо. Пускай он извинится. Пускай продавец извинится за свое свое... Да, я буду извиняться, предвариться, за то, что я вас попросил... За то, что ты на тебя обращаешься к покупателю. Потому что вы... У тебя в обязанности входит такое? Нет, я попросил вас в любезность не делать этого. А вы мне продолжали снимать. Что не делать? Не снимать мне камеры ваши. Снимай девочек. Хорошо, снимайте дальше, что хотите, пожалуйста. Еще тебя буду спрашивать, что я буду сломать. И как работал. И тебя еще должен спросить, что я хочу тут заснять. Я буду работать. Не работай. Умнейший... А, ну да, давайте посмотрим. Я уже давным-давно, кстати, прекратил. Заниматься самоправством? Вы думаете, законы, которых нет в нашей стране? Чем вы прекратили заниматься? Слушайте, если бы вы пришли, вы сказали бы, можно мы будем снимать... А мы не должны спрашивать ни у кого разрешение. Вот уважаемые зрители, вот если вы увидели где-то в интернете, в Яндексе, в Два ГИС, монобренда, напишите комментарии. Вам это нравится? Приличные комментарии, напишите про них, пожалуйста, а? У нас всегда все будет хорошо. Да? Сомневаюсь после выхода видео в свет. Как ты общаешься с покупателем? Выставляете. Запрещают еще на второй этаж заходить. Кто-то такой, чтобы запрещать. Я сказал, что не надо туда заходить. Я вам не жалю. Кто-то такой, чтобы запретить. Если бы вы сказали бы, для чего вам что надо... Я тебе ничего не обязан. Или вообще ни почему. Я тебе ничего не обязан. Я живой человек. Это ты мне обязан. Обслужить меня. И пожелать всего доброго. Я с тобой этим вас обслужу. Все, что входит в твои обязанности. Но никак не запрещать что-то. Какой тебе документ надо предъявить? Паспорт, что ли? Уголок потребителя. Вы в своем уме. Это для потребителя информация. Ты чего? Ты немного на себя берешь. По какой причине показывать потребителю уголок потребителя? Мужик, в себя приди. Я у себя в уме. Да незаметно. Абсолютно не данный момент тоже. Тогда корону сними. Уголок потребителя еще по разрешению по нему будет предоставлен. Вы вообще не надо меня так грубить. Сказать, я вам не нагрубил вас. Наличность ваш не приходит. Ты уже нагрубил. Ты уже нагрубил. Нарушая мои права. Я сказал, что не надо мне снимать камеру. Не надо подходить ко мне. В дистанцию. Да, я не хочу, чтобы вы мне снимали в камеру. Не хоти? Уйди вон в каморочку, вот в эту дверь. Зайди, сиди там. Вы читаете, что так можно общаться с человеком? Можно. Да? Да. Нет, я считаю, что вы категорически... А я считаю, что можно с тем человеком, который что-то запрещает. Что-то я вам запретил. А что ты запретил? Я вам... Ну-ка вспоминай. Напряги память-то. Вот и все, лучше помолчи. Лучше не это, не говори ничего. Я уже ничего не буду. А ты уже звездой стал интернетом. А вот расскажите, пожалуйста, вот это действующие правила торговли. Ты вот как представитель магазина. Хорошо, я к тебе на вы обращаюсь. Как представитель магазина. Расскажите, это действующие правила торговли. Это с 2015 года. Но они действующие или нет? Вот сейчас мы живем в работе, в вашем магазине по этому правилу торговли. Нахамив покупателям, запретив им видеосъемку в общественном месте. Не нахамив. Вы считаете, что это хамство? Хамство. Я считаю, что это хамство. Не, я считаю, что это культура. Когда вы зашли, вы сказали, можно я буду снимать что-то? Или я... Вот так вот у тебя на входе не надо было сделать, а? Зачем вы утрируете? Зачем вы утрируете? Утрирую. Затем, чтобы порой на колене, может быть, что надо было встать, подползти, к тебе сказать, можно снимать, а? Я уверен, а можно будет вообще посмотреть, удостоверение свое показали? Какое? Удостоверение покупателя? Нет, да. А можно ваш трудовой договор, чтобы вы здесь работаете? Я 100% работаю здесь. Я 100% фирмену удостоверил. Мы этого вот скажем. Учреждение можно ваше посмотреть? Сначала ваше, и не учреждение, а удостоверение, что вы здесь работаете. Подтвердите свою полномочию. Может, вы просто... Нет, это естественно, административно мы это подтвердим для вас. Если надо будет документально, это сделает администрация наша. Когда подтвердите, тогда будете с вами разговаривать. Понимаете, поведение. Законы почитайте. Да, вашего пространства. Законы Российской Федерации почитайте. законно потому что а важно же 29 статью конституции российской федерации террас 152 гражданского кодекса это 2 хорошо правило торговли на что же ознакомиться это 3 удовлетворили свои вот красный сервис и желания мы свои желания не удовлетворить пока ты не извинишься там и что вот вам показывает закон три строчки прочитать вот честно я буду я буду обзванивать я буду обзванивать эту организацию монобренды это что тебя уволили отсюда что ты хамски относишься к своим покупателям потенциальным покупателям которые пересекли порог этого магазина я скажу с вами у вас обязательно человек методично держал камеры что дальше и меня что дальше этого не мои девочек на трассе я не девочка ты мальчик я это вот буду тоже говорит вы тоже говорите я тоже буду говорить свои позиции посмотрим чем говори позиции решение покупатель а я до пояса потом будет ничего не да да я тебе говорю законе написано конечно правило торговлю за счет не хочет вон зайдем в ту дверь включи свет и поплачь там обязательно после вас я только этим заниматься вот это занимается так кто продавца зовут какого продавца зовут зрители теперь вы все услышали как его зовут зовут его михаил напишите в комментариях 2gis в яндекс комментарии по поводу него и соответственно можете даже позвонить по этим номера телефоном оставить жалобы на него соответственно этого михаила пускай руководство соответственно займется им я считаю что такие хамло не должно работать с покупателем мы все-таки напишем досудебную претензию по его поведению она видишь не хочет принимать тогда только с полицией получается а мы на камеру зафиксируем и оставим закрыть магазин можно в принципе написать зафиксировать на камеру о том что они отказались принять досудебную претензию написать в 1 по 3 на 2 что боюсь на чем придет проверочка почему так разговариваете а почему ты так разговариваете вы разговариваете со мной таком тони а почему-то и что здесь самосуд строите сейчас самосуд да давай вызовем полицию ты напишешь на меня завязывая будет встретимся давайте вызовем полицию зачем я должен болезнь это вам хочется высаживать не будь балабом да и полицию на громкую сеть можете поставить ты видишь как меня оскорбляет здесь оскорбился пиши я это все записывается тоже суд там полиция там период вызывать зачем значит не будь балабом рот закрой рот закрой рот миша на пожелание не будь балабом он сказал вот честно вот блин я даже не должен я думал приличный магазин будет по всему это по всей петроградки прошли все тихо спокойно а единственный магазин балабом какой-то пошел телефонное право у него включилась в общем смотрите вы можете записать мой номер телефона то пусть управляющий позвонит да я и все объясню будет если надо будет я и под это как у я и скину видео то как он общается и рот не за такое закрывает меня зовут кирилл 89 еще раз скажите просто откуда вы с улицы снимаете для себя я для себя это снимал чтобы прийти домой ознакомиться может я что-то не запомню да вот как вы например сколько она будет стоить это та куртка я приду я посмотрю дома на компьютере а мне на понравилось да я вспомнил что она мне понравилось я приду сюда и куплю вот после вот этого ханское обслуживание вашего миши я ничего не хочу вообще приходить вот по поводу вас мы ничего против ними по поводу меньше да у нас есть претензия его обслуживание покупатель да без разницы как темпераментный темпераментный он в первую очередь должен он да мы не спорим он поздоровился с покупателями с нами когда мы зашли до этого это было вот то что он начал самоправством заниматься запрещать видеосъемку это уже принять это уже это сверх норму и обслуживание клиентов он всем клиентам даже вип-клиентам так запрещали получаю я работаю всегда даже стилисты приходят группы стиль на себя а можно мы поснимаем и конечно давайте мы спрашиваем все продемонстрируем на себе на вас они спрашивают я приходят я прихожу на месте куда угодно я не спрашиваю рекламируйте нас мы будем рады чем больше народа нас узнает тем нам приятнее почему спать что вот она камера я держу ее прям на видном месте нет конечно только вы не торгуете китайской подделкой ну вот здесь зачем-то запрещать вы наоборот должны были за пожалуйста снимать вот смотрите как у нас модель пожалуйста снимать в этом речь пожалуйста он чем начал заниматься саму правство не снимали секретный наших модели показали ну интересно как сатрата лошадь которые вы бы даже не догадались что вот это за вещь сейчас мы уйдем да вы ему объясните все ладно все вам доброго вам я пожелаю удачи возможно карьерного роста а вот нише к сожалению я такого не пожелать несчастье неудачи не карьерного роста слушать я бы вас извините если я вас обидел обидели вы извините я не хотел вас обидеть я надеюсь что вы исправитесь в плане вот это мне никогда не не разрешу себя снимать ничего это неприятно в первую очередь то что мне запретили в общественном месте видеосъемку приходите когда снимайте что хотите мы вас уже знаем мы вас уже будем встречать на других коллег попросить совсем по-другому вы приводите скажешь чтобы я это день не работал вас никто больше не терпит все михаил вам я не знаю девушки я пожелал удачи до карьерного роста как можно больше продать мое мнение по поводу у вас она остается без изменений очень желаю вот так вот вот так ну хоть он извинился михаил но у меня остался небольшой сам поэтому делайте выводы вам всем удачи всем пока и именно и или Субтитры создавал DimaTorzok